Регламент у нас традиционный, собственно лекционная часть, во время которой вопросы, наверное, не задаются вовсе. То есть разве что, если какой-то термин непонятен, вот на этом уровне да, а все остальное, пожалуйста, зафиксируйте себе, чтобы иметь возможность во второй части эти вопросы задать, особенно ту часть вопросов, которая будет такими проблематизирующими и так далее. Очень не хочется уходить с общей линии повествования в первой части. И для первой, и для второй части, пожалуйста, отключите звук своих мобильных устройств. Это помешает нам вне зависимости от того, как будет устроен разговор в этой части. Вот. Пожалуйста. Спасибо. Так, я попытаюсь как-то сесть, чтобы было удобно мне и микрофону. Большое спасибо всем пришедшим. Тоже прошу прощения за задержку. Но все-таки лучше, чем на рок-концерте, где обычно на час-два задерживаются все. Значит, действительно, сегодняшняя лекция открывает некоторый мини-цикл запланированный, я так понимаю, у нас на этот осенний семестр. И идея была в том, чтобы сейчас не просто рассказать о методологии сравнительно исторического языка знания, как сказал Борис, а показать некоторые результаты, которые были достигнуты как непосредственно нашей московской школой сравнительно исторического языка знания, так и в очень большой степени, разумеется, ее предшественниками и коллегами на Западе, в разных университетах и научных институтах, занимающихся этими же проблемами, по тому, как вообще сегодня наука себе представляет историческое разнообразие и условия и механизмы того, как происходила языковая диверсификация, как из одного языка получалась большая языковая семья, в разных углах планеты, причем с акцентом не на языковых семьях, которые, так сказать, в принципе пользуются большой популярностью, например, индоевропейская семья, в которую входит большая часть языков, с которыми мы так или иначе имеем дело в нашей повседневной жизни, а, ну, скажем так, на несколько более экзотические места, которые на самом деле экзотические лишь в том смысле, что мы о них меньше знаем, они меньше на слуху, но если говорить о задаче сравнительно исторического языка знания в целом, как о, например, задаче изучения вообще механизмов языковой диверсификации и каким образом вместе с расселением человека по планете также развивались и размножались человеческие языки, то в этом случае все уголки планеты имеют примерно одинаковую значимость, а может быть даже в каких-то технических аспектах некоторые совсем мало знакомые нам уголки имеют гораздо большую значимость, чем какая-нибудь европейская территория, к языкам, к которым мы привыкли. И в этом смысле, конечно, совершенно естественно и логично начать этот цикл с африканского континента. У нас там карта Африки XVII века, как она примерно представлялась в то время европейцам. И почему логично и естественно? Потому что современная наука более или менее однозначно связывает возникновение самого вида Homo sapiens с африканским континентом. Более или менее однозначно постулирует, что первоначальные линии расселения человечества были из территории африканского континента на все остальные. И, грубо говоря, человек современный, человек современного вида, то, что называется anatomically modern human, он появился в Африке и, соответственно, дольше всего живет именно в Африке. Действительно, на африканском континенте наблюдается колоссальное разнообразие языков. Общая карта, на которой разными цветами представлены разные языковые группы, не отдельные языки, а разные языковые группы Африки. Что написано там, разобрать невозможно, но и не нужно сейчас. Главное понимать, что там написано довольно много, и каждая строчка во всех этих столбиках обозначает отдельную языковую семью. Не отдельный язык, а отдельную языковую семью. То есть разнообразие довольно гигантское. В целом на территории Африки сегодня насчитывается около двух тысяч языков. Из общего числа языков примерно от шести до семи тысяч, значит, можно в процентном отношении все сообразить. Вот для примера языковое разнообразие в отдельно взятой стране. Это страна Нигерия, которую, наверное, примерно масштаб которой можно себе представить. Каждый из цветов, опять-таки, выделенных здесь, обозначает отдельную языковую семью, а не отдельный язык. То есть фактически Нигерия такая замечательная страна, что там на колоссальных протяжениях можно найти десятки, если не сотни деревень. Каждая из которых говорит на собственном языке, он не будет понятен жителю другой деревни. То есть разнообразие действительно колоссальное. Но, тем не менее, есть ли обязательная связь между тем, что там так много языков, и тем, что человек живет дольше всего именно так? Ну, казалось бы, с точки зрения здравого смысла, естественно, думать, что действительно, значит, по мере люди живут, люди плодятся и размножаются, вместе с ними плодятся и размножаются их языки, соответственно, значит, за те, там, допустим, 100-150, условно, тысяч лет, что человек современного вида, современного типа с современным языком живет в Африке, ну, за это время нормально было бы ожидать образования двух тысяч языков. Но опыт показывает, что ситуация устроена гораздо более хитрым образом. На самом деле языковое разнообразие может сложиться гораздо быстрее. Живым примером этому может служить, например, австронезийская семья, одна из самых крупных семей мира, носители языков которой занимают практически все крупные и мелкие острова Тихого и Индийского океанов. Она насчитывает больше тысячи языков, и при этом большая часть этих языков сформировалась, судя по как лингвистическим, так и археологическим данным, за последние, ну, буквально 3-4 тысячи лет. Значит, за 3-4 тысячи лет может сложиться вот такое языковое разнообразие. И те 2 тысячи африканских языков, которые мы наблюдаем на территории этого континента, совершенно не обязательно должны были складываться там 100 тысяч лет. И, в принципе, здесь важно не абсолютное число языков, здесь важно число языковых семей, которые мы не можем свести к единицам более крупного уровня. То есть, вот, скажем, на территории Нигерии действительно большое количество языков, несколько сотен, они объединяются в семьи разного уровня, бонтоидные, юрубоидные, доидные, игбоидные, их порядка, наверное, 20. Дальше можно показать, применяя стандартный сравнительно исторический метод, что эти семьи близки друг к другу, что они родственны друг к другу, и что они восходят к общему праязыку, который, скорее всего, распался не позднее, чем 5-6-7, может быть, тысяч лет тому назад. А вот таких объединений, которые бы уже не сводились друг к другу на уровне в 7-8-9 тысяч лет, в Нигерии, на самом деле, немного. Их, наверное, порядка трех-четырех, и про это я поговорю чуть позже. Так что, на самом деле, вопрос очень сложный, потому что языки развиваются, множатся, плодятся очень неравномерно и в ареальном смысле, и в хронологическом смысле. И для того, чтобы действительно оценить степень разобщенности языков Африки, нужен довольно сложный анализ, лингвистический анализ, недостаточно простой элементарной статистики, история которого начинается, по-видимому, с 19 века, не раньше. До 19 века мы почти ничего не знали о языках Африки вообще, за исключением отдельных сведений, отдельных описаний самых-самых крупных языков, распространенных на территории этого континента. Например, арабского языка, который, конечно, распространен изначально не в Африке, но арабизация довольно рано, начиная с 7-8 веков, покрыла собой северную часть Африканского континента, и, конечно, арабский язык был хорошо известен и описан. Несколько крупных языков разных племенных африканских объединений и государств было известно европейцам еще с 17-18 века. В основном это какие-нибудь крупные языки, которые были расположены вдоль побережья Африки и использовались в качестве языков межплеменного общения. То есть европейские корабли приплывали на западное побережье Африки, осваивали там, скажем, язык фула, на котором между собой могли общаться многие африканские племена, хотя это не для всех был их родной язык. И это, естественно, облегчало торговые отношения с африканцами, ну а также и рабо-торговые отношения, которые, увы, были на западном побережье Африки широко распространены. На восточном побережье Африки аналогичную функцию выполнял язык суахилия. И, кстати, в общем, до сих пор выполняет. Но, в общем, до 19 века практически по подавляющему большинству этих двух тысяч языков ничего не было известно. Прогресс начинается, собственно, с момента колонизации, с момента активной колонизации Африки европейскими державами. Вот тут просто я случайным образом выбрал картинку. Британские офицеры знакомятся с местными африканскими племенами как раз в Южной Нигерии. Фотография конца 19 века. Но британские офицеры, особенно их местные языки, не интересовали. А вот этнографов, путешественников, исследователей, они, конечно, интересовали. К сожалению, эти этнографы, как правило, не были квалифицированными профессиональными лингвистами. У них была, скорее, какая-то общая подготовка. В работах этнографических или в описаниях, мемуарах путешественников 19 века мы часто встречаем ценные сведения по языкам Африки, особенно если это, например, те языки, которые уже вымерли на сегодня, и единственные сведения о которых остались именно в этих ранних работах 19 века. Но, по большому счету, сведения эти ненадежны. Серьезные описательные работы, первые по африканским языкам, принадлежат миссионерам в основном. Миссионеры, конечной целью которых было, конечно, обращение местных народов в христианство, тем не менее, работали, как правило, качественно, и первым условием было максимально полное овладение культурой и языком того народа, который ты, собственно, пришел христианизировать. И не случайно, поэтому первая по-настоящему качественная описательная работа грамматики, словари африканских языков 19 века – это в основном работа специально натренированных миссионеров. И не случайно, соответственно, такой классической вехой в истории сравнительного африканского языка знания считается 1854 год, когда германским миссионерам Сигизмундом Кёлле был опубликован труд, он назывался «Полиглотта африкана», африканское многоязыче, и это был сравнительный словарь более чем 150 разных африканских языков, по тем меркам это был колоссальный совершенно труд. Спрашивается, сколько же стран Ивесии объездил Кёлле. Он почти не ездил на самом деле, он сидел на территории современного Сьерра-Леона и просто-напросто общался с людьми, которые проходили через побережье Западной Африки, немалое количество из которых были, кстати, рабами идти на соответствующее судно. Но некоторым аналогом работы Кёлле в середине XIX века является деятельность московской школы африканистики, начиная с 60-х годов XX века, когда московские африканисты, которые, конечно, никуда ни в какую Африку попасть не могли, в основном в качестве источников для изучения использовали студентов из разных африканских стран, обучавшихся в Морисе Торезе. И тоже там действительно десятки, если не сотни языков были представлены, можно было собрать очень богатые урожения. Но вернемся в XIX век. Данные Кёлле с 1854 года до сих пор очень помогают в некоторых классификационных работах, хотя столько же, сколько помогают, столько и приводят в замешательство про довольно большое количество, скажем, языков, данные, по которым собрал Кёлле, до сих пор современные ученые не очень могут понять, что это за языки такие были, откуда они взялись и к какой семье их нужно отнести. Их современных потомков как-то не видно. И то ли они вымерли, то ли это просто не очень качественное описание, какие-то смешанные, в общем, там довольно много вопросов к этому источнику, но исторической значимостью, безусловно, он обладает. Но, собственно, классификационная работа, попытка как-то все это колоссальное разнообразие не просто каталогизировать, а еще и классифицировать, объединить в разные семьи, посмотреть, какие языки ближе друг к другу, какие языки дальше друг от друга, какие можно объединить в языковую семью наподобие индоевропейской, уральской или тюркской, какие, наоборот, нельзя объединить в такие семьи. Эти все работы начались, в общем-то, только по-серьезному в большинстве своем в начале XX века. Вот фотографии двух крупнейших африканистов-классификаторов, немецких исследователей Карла Майнкоффа и Дидриха Вестерман. Майнкофф, соответственно, старше. Вестерман был его учеником. Они, помимо того, что оставили после себя много бесценных чисто писательных трудов по языкам Африки, но и сделали первые серьезные попытки как-то систематизировать все это разнообразие. В чем-то успешные, в чем-то не очень успешные. Тут нужно сделать маленький теоретический экскурс в сторону того, как вообще классифицируются языки. Я не хочу уходить чересчур далеко в методологию, потому что это отдельная тема. Если мы объединяем, но вкратце, если мы объединяем языки в одну лингвистическую семью, значит мы претендуем на то, что все они являются результатом развития из некоего языка предка. В конце XIX века было показано, что можно разработать достаточно строгую формальную методику того, как можно показать, что все языки в той или иной группе восходят к общему предку, поскольку существуют звуковые и другие законы языкового развития. Если мы можем систематически связать языки, например, регулярными фонетическими соответствиями, и показать, что звуки в одних языках в одних и тех же словах регулярно соответствуют звукам в соответствующих словах в других языках, то из этого получается доказательная теория. И мы можем считать эти языки представителями одной семьи, развившимися из одного проязыка. Но это, так сказать, идеальная ситуация. Она была впервые опробирована на материале индоевропейской семьи, когда это было показано для языков типа латыни, греческого, санскрита, германских, славянских и так далее. В XIX веке эта же методика успешно применялась и к языкам других достаточно хорошо описанных семей, в основном на территории Евразии. И проблем было не так много, потому что, как правило, на территории Евразии представлены языковые семьи достаточно мелкие. В них входят по нескольким десяткам языков, может быть. В индоевропейскую семью входят 100-200 языков, но там самое главное расклассифицировать древние индоевропейские языки, которых гораздо меньше. А современные индоевропейские языки в большинстве своем происходят от них. С Африкой ситуация была гораздо труднее, потому что на исследователей в конце XIX века обрушилась целая лавина информации. Не просто десятки, а сотни и сотни языков. Причем какие-то из них совершенно очевидно родственны, очень близки друг к другу. Какие-то, наоборот, совершенно не очевидно родственны друг к другу. Но поскольку истории этих языков никто не знал, все эти языки были в основном бесписьменные, только-только попадали в поле зрения исследователя, то, соответственно, был соблазн как-то по возможности расклассифицировать их в максимально крупные языковые единицы. Вот у нас 2000 языков, если мы скажем, что они распадаются примерно на 200 семей, это все равно для нашей классификации неудобно. Все языки Евразии мы расклассифицировали так, что они распадаются на, может быть, 20 языковых семей. Иметь при этом 200 языковых семей в Африке, никак не связанных друг с другом, для классификации это довольно ужасно. С другой стороны, ко многим из этих языков применить классический сравнительно исторический метод оказывается почти невозможно. Во-первых, мало данных, многие из языков описаны очень поверхностно, не хватает грамматической информации, не хватает словарной информации. Во-вторых, явно многие из них как-то похожи друг на друга, но недостаточно похожи, чтобы можно было установить четкие звуковые законы. То ли они распались от общего предка слишком давно и изменились настолько, что следы родства по максимуму затерлись, то ли еще что-то произошло. В общем, не очень ясно. И в такой ситуации все время возникает соблазн вернуться к, условно говоря, ранненаучному или, может быть, даже донаучному этапу сравнительно историческую языкознанию, попробовать классифицировать языки не только на основании регулярных жестких звуковых законов, которые связывают их друг с другом, но и на основании чего-нибудь еще. Вот, скажем, Карл Майнхофт, тот самый, который на фотографии, он этим довольно сильно грешил. В частности, например, к лингвистической классификации, перемешивая элементы антропологической классификации. То есть языки объявляются родственными, не исходя из того, насколько закономерностями какими-то связаны элементы этих языков, сколько, например, из того, насколько по антропологическим и культурным параметрам близки народы, говорящие на этих языках. В частности, например, он объединил племена гаттентотов на юге Африки с афроазиатскими народами на севере Африки, с такими народами, как кушиты, чатцы, берберы, исходя из того, что, во-первых, они имеют с ними некоторые общие культурно-антропологические черты, в частности, гаттентоты – это пастералисты, это скотоводы на юге Африки, так же, как и афразийские племена на севере. Во-вторых, у них некоторые общие типологические черты были в их языках. Например, у гаттентотов была в языке категория рода – мужской и женский. Для нас это как бы естественно совершенно, что в языке есть род – мужской, женский, средний. Для африканских языков, в принципе, категория рода не свойственна. Там вместо нее обычно бывают именные классы, про которые я пару слов скажу чуть позже. Но вот у гаттентотов на юге Африки есть категория рода, и есть она же на севере у, соответственно, берберов, чатцев, кушитов и других афразийцев. И вот исходя из такого довольно смешанного гремучего набора признаков, он их поместил в общую таксономическую единицу, которая тогда, на конец 19-го, начало 20-го века носила название хамитских языков. И считалось, что хамитские языки родственны семитским в Передней Азии. Отчасти эта теория оказалась верна, но вот ровно в том моменте, который объединял хамитов с гаттентотами на юге Африки, она оказалась совершенно неверной впоследствии. Значит, по большому счету, языковая классификация на глубоком, крупном уровне в конце 19-го, начале 20-го века производилась абсолютно на глазок и на базе совершенно любых аргументов, какие только можно было придумать, как лингвистических, так и нелингвистических. Тедрих Вестерман, ученик Майнхофа, он уже старался уйти от этого и оперировать, скорее, только лингвистическими критериями. Он добился довольно большого прогресса в отделении верных идей Майнхофа от неверных, но, тем не менее, никакой единой модели общей, стандартной классификации африканских языков все-таки он не предложил. По состоянию на начало, на 30-е, 40-е годы 20-го века африканская классификация выглядела исключительно разрозненно. Наука признавала существование на территории Африки нескольких очень крупных языковых семей. такой квинтэссенцией, наверное, идеи языковой семьи в Африке является большая семья Банту, которая занимает собой, вот видите, какую большую территорию, практически всю территорию Центральной и Южной Африки, за исключением кайсанских, бушменско-гатентотских языков на самом юге. Ее, в принципе, саму эту семью признали еще в середине 19-го века, но более или менее окончательный ее состав определился только уже к середине 20-го века. Хотя, например, внутренняя классификация этой огромной семьи до сих пор не очень понятна, пока что по старинке ее продолжают классифицировать скорее по зонам, по географическим зонам, которые отмечаются отдельными буквами латинского алфавита. В эту самую семью Банту входит несколько сотен языков, примерно по разным подсчетам от 4 до 6 сотен, в зависимости от того, что считать языком, что считать диалектом. Но все они довольно близки друг к другу. В качестве примера реконструированная для Банту форма единственного числа Мунту и множественное число Банту, что, собственно, значит человек. Банту значит люди, это форма множественного числа от этого слова. И вот его отражение в нескольких языках, очень географически далеких друг от друга. Пуно – это язык, по-моему, группы А на крайнем северо-западе, ареала распространения Бантунганду – это язык из группы С. Суахили у нас расположен сильно на востоке, в Танзании. Хайя где-то примерно там. Зулу – зулуский язык – это из группы С на самом юге, соответственно, Африки. Тем не менее, как видите, например, то же самое слово «человек» на всех этих языках звучит очень похоже, а где-то почти одинаково. Мунту, ботомту, умунту, умунту – единственное число, и бату, бату, уату, абанту, абанту – множественное число. Сразу, значит, отмечу, что вот этот пример как раз очень хорошо иллюстрирует очень важную типологическую особенность языков Банту, а также ряда других языковых семей Африки – это так называемая система именных классов. Рода как такового мужского, женского, среднего в этих языках нет, зато практически все существительные расклассифицированы на несколько семантических групп в разных языках по-разному. группы эти могут быть чрезвычайно различными, это может быть класс людей, класс животных, класс растений, класс длинных предметов, класс круглых предметов, и практически все именные корни так или иначе имеют классные показатели, так называемые. Вот «му» и «ба», например, это, соответственно, «му» – это показатель так называемого первого класса в банту, это класс людей, соответственно, любые люди, слова, обозначающие профессии, национальности и так далее, они будут иметь этот самый префикс, восходящий к парабанту «му», а во множественном числе этот же префикс будет иметь вид «ба». К этим именным классам мы чуть позже еще вернемся. Были признаны и некоторые другие крупные семьи, берберские на севере Африки, нелодские на востоке Африки, манде на северо-западе Африки, но, тем не менее, их все равно было очень-очень много, и для создания какой-то общей единой африканской классификации этого было явно, этой работы было недостаточно. Значит, тут мы переходим к, собственно, ну, самой крупной фигуре в исторической африканистике, по крайней мере, на сегодняшний день. Это американский лингвист Джозеф Гринберг, выдающийся типолог и специалист в области исторического языкознания, который, начиная с 40-х годов XX века, большую часть своей жизни, вплоть до самой смерти, собственно, потратил на создание разных крупных, глобальных моделей классификации языков, языковых семей, языковых ареалов мира. Ему принадлежит несомненная заслуга того, что он весь опыт, накопленный и в рамках описательной африканской грамматики, и в рамках классификационной африканской грамматики, африканистики, он все это обобщил и первым в истории африканистики предложил собственную универсальную классификацию языков Африки. Все колоссальное разнообразие языков он свел фактически к четырем, всего к четырем крупным языковым семьям, которые вот здесь на карте, соответственно, выделены темно-синим цветом, желтым цветом, красно-оранжевым, это на самом деле одна единица, просто оранжевым, внутри нее выделены языки банту, и зеленым цветом. Отдельно остается только остров Мадагаскар, который не вписывается в эту классификацию никак, потому что, поскольку это остров, то на него предъявили свои права в свое время австронезийцы, те самые, о которых я уже упоминал, они, заселив фактически все острова Тихого и Индийского океанов, дошли в конечном итоге и до Мадагаскара, и поэтому на Мадагаскаре распространен мальгашский язык или малагасийский, очень поздно туда попавший и явно вытеснивший собой, что бы то ни было, на чем там говорили раньше. Также тут помечен отдельно индоевропейский язык африканс, который близко родственен голландскому и, собственно, является языком переселенцев из Голландии, буров. Ну и вообще, в принципе, мы не берем сейчас в расчет любые колонизаторские языки, которые оказались на территории Африки за последние 200 лет. Понятно, что для кого-то и английский, и французский являются фактически родными языками на территории Африки, не говоря уже о том, что они, конечно, функционируют и как языки межплеменного, международного, межнационального общения на этих территориях. Мы говорим сейчас только про, так сказать, исконное языковое наследие Африки. Значит, Гринберг поделил, вернее, объединил, наоборот, объединил все языки, все семьи, которые до него постулировали разные исследователи, в четыре крупные единицы. Наверное, я сначала их перечислю, потом уже скажу два слова насчет того, как он это сделал. Значит, крупнейшая языковая семья по Гринбергу носит название Нигер-Конголесской по, соответственно, названию двух крупнейших рек этого региона, реки Нигер и реки Конго. Она занимает фактически всю территорию юго-западной, или юго-западной Африки, а также центральную и южную Африку. Самая крупная семья внутри этой так называемой макросемьи, потому что семьи мы уже можем объединять дальше на более глубоком уровне в макросемье, это уже упоминавшиеся языки Банту. Вот они выделены, здесь они выделены коричневым цветом, но помимо языков Банту в нее входит еще несколько десятков, наверное, языков гораздо более мелкого уровня. И максимальное языковое разнообразие в семье Нигер-Конга представлено на самом деле в Западной Африке. Вот этот весь гигантский район, занятый языками Банту, он довольно однороден по своему языковому составу. И это означает, что речь здесь идет об экспансии, о лингвистической экспансии племен Банту, по-видимому, вот из этого региона, современная Нигерия, Камерун. В Центральную и в Южную Африку эта экспансия имела место в несколько этапов, по-видимому, она происходила на протяжении последних трех-четырех тысяч лет. И связана она была с разными причинами, в том числе и с овладением племенами Банту на каком-то этапе основами металлургии и, соответственно, технологическом превосходстве над всем остальным населением этого места. В любом случае, они покрыли собой всю эту территорию и разнообразие языковое на ней довольно-таки... Языков много, но они все похожи друг на друга и распались явно недавно. А вот территория Западной Африки, тут все гораздо хитрее, тут огромное количество мелких языковых семей, очень далеких друг от друга, но, по мнению Гринберга, тем не менее, все они в конечном итоге все равно восходят к некоему общему, так называемому, пра-нигер-конголесскому языку с большим количеством ответвлений и языков потомков, которые, наверное, перечислять все я не буду. Вот, крайне восточная точка по Гринбергу распространения этих языков, это вот такое фиолетовое пятнышко, которое вы видите здесь, это территория Южного Судана, Кардафанский район Кардафан, горы Нуба, там распространена семья кардафанских языков, которая совершенно не похожа ни на что из того, на чем говорят по соседству, но зато, тем не менее, по ряду признаков, опять-таки, согласно Гринбергу и некоторым другим африканистам, явно напоминает типичные языки негер-конголеса. Поэтому семью иногда называют негер-кардафанской, для того, чтобы определить ее протяженность, скажем так, с запада на крайний восток. Вторая языковая семья, которую он постулировал, это Нила-Сахарская языковая семья. Вот она отмечена здесь на карте. Как видите, она занимает разными цветами, отмечены разные ее ветви. Она занимает такие изолированные клочки территории в том, что в лингвистической типологии иногда называется суданский пояс или макросуданский пояс. Вот такое длинное протяжение, длинная полоса, но разрывная от Западной Африки вплоть до Восточной Африки. Эта семья гораздо меньше по количеству языков. Если в негер-конголесскую семью входит больше тысячи языков, то в нилосахарскую порядка двухсот. Тем не менее, языковое разнообразие внутри этой нилосахарской семьи ничуть не меньше, чем внутри негер-конголесской. Грубо говоря, если существовал общий пронилосахарский предок, то этот язык был еще более древним, чем пронилосахарский. Этот предок должен явно уходить на уже больше, чем 10-тысячелетнюю глубину. Типичными представителями этих нилосахарских языков являются, собственно, нилотские языки. Например, Масаи, известное племя в Кении, чрезвычайно популярное среди туристов, говорят как раз на одном из нилотских языков. Сюда же входят, например, сурмийские языки в Эфиопии. Мои любимые представители сурмийцев, это племя Мурси, с их чрезвычайно воинственное, а также имеющее странную тягу к вот этим чудесным пластинам в нижних губах женщин. А также на Крайнем Западе сюда, на западной границе ареала распространения нилосахарских языков, сюда же входит якобы по Гринбергу язык Сангай, или точнее небольшая группа языков Сангай, которые когда-то были, носители которых когда-то были жителями вполне себе крупной империи, Сангайской в Западной Африке, на территории современного Мали. Третья крупная семья занимает, как вы видите, скорее северную часть Африки, а также восточную, кусок восточный. Это афразийская, она же семитохамидская. Старое название семитохамидская, это библейский термин, он имеет отношение к сыновьям Ноя, Симу и Хаму, которые якобы по библейской традиции были предками соответствующих племен на Ближнем Востоке и в Африке. Но сегодня от термина семитохамидская скорее исследователи отказываются, не столько даже из-за его библейских, религиозных коннотаций, мифологических, сколько из-за того, что семитохамидская как бы предполагает членение этого массива на отдельно семитов и отдельно хамидов. Хотя на самом деле лингвистически это не подтверждается. Лингвистически скорее тут такая ситуация. Есть большая группа семитских языков, которые на территории Африки в основном представлены арабским языком, который туда попал достаточно поздно, а также представлены небольшой желтенькой группой эфио-семитских языков, амхарский и другие языки эфиопии. Также, естественно, в нее входят семитские языки Ближнего Востока, древнееврейский, финикийский, аккадский, современные аравийские языки и другие. И вот эти языки, они близко родственны берберским языкам, языкам племен берберов, кочевников Северной Африки, и большому количеству чадских языков, земледельческих и эскотологических языков разных племен на территории в основном чада или Нигерии, крупнейшим из которых является хаоса. Да, да, сейчас вот скажу, да, конечно. Значит, крупнейший язык хаоса, и в эту же группу входит и неотмеченный, да, на карте, поскольку это не живой язык, это вымерший язык, древнеегипетский. Он не является непосредственно семитским, но он является афразийским, и он представляет собой отдельную ветвь этой семьи. А вот гораздо дальше от этих всех семитских, египетского, берберских и чадских языков оказывается вот этот вот фиолетовый кусок на карте. Это языки кушитские, крупнейшими из которых, например, являются Оромо и Сомали. И они гораздо дальше отстоят от всех остальных. Именно поэтому от термина семитохамидские языки сегодня исследователи отказываются, потому что скорее тогда это должны были бы быть какие-то семито-кушитские языки, или точнее семито-бербера-чадо с одной стороны, кушитские с другой стороны. Наконец, четвертая семья, это самая удивительная экзотическая семья, это кайсанские языки на крайнем юге Африки. Собственно, ну вот тут приводится отдельная карта, но если чуть-чуть вернуться, сюда видно, что они занимают очень небольшую часть, вот зеленое это пятнышко, и на самом деле это такая идеализированная картинка, потому что на самом деле сегодня только один кайсанский язык имеет довольно большое число носителей, это язык нама, от которого собственно страна Намибия. Все остальные это мелкие племенные группы бушменов, которые являются такими маленькими оазисами, пятнышками между носителями языков банту, занимающими основную часть этой территории. Вот, значит, вот карта, которая представлена здесь, хотя она не очень хорошо видна, это примерное распространение кайсанских языков на территории Южной Африки в 17-м, начале 18-го веков по тем сведениям, которые мы имеем от этнографов, путешественников и первых самых открывателей кайсанских языков соответствующего времени. Сегодняшний ареал, к сожалению, гораздо меньше, и большая часть, надо сказать, языков, которые здесь отмечены на карте, они просто уже являются вымершими на сегодняшний день. Сегодня в живых остается порядка, наверное, 20 примерно разных кайсанских языков, и это не предел, по-видимому, некоторые из них в очень ближайшем времени вымрут уже окончательно. Четыре крупные семьи. Теперь, каким образом они были установлены? Для того, чтобы идеально обосновать существование языковой семьи, нужна колоссальная работа. Нужны для всех языков этой семьи и словари, грамматики, очень тщательный и детальный анализ, выявление звуковых законов, создание этимологий, этимологических словарей. Для того, чтобы сделать одну проязыковую реконструкцию, один подробный и серьезный исторический анализ одной семьи в 10-15 языков, требуются 10 лет непрерывной работы для одного хорошего ученого, и это не предел. Кринберг, естественно, который хотел представить свету модель общую для всей Африки, он не имел возможности для двух тысяч языков проделать подробный тщательный анализ, да у него, собственно, и далеко не для каждого из языков были данные соответствующие. Он оперировал методом так называемого массового сравнения, который был фактически его собственным изобретением, и представлял собой попытку последовательного сравнения, последовательного сведения языков сначала в небольшие группы, потом эти небольшие группы сводились вместе в объединение большего масштаба, и, наконец, крупные семьи сводились дальше на следующем уровне в макросемьи. Это происходило на уровне такой некоторой интуитивной общей оценки на глазок сходств между этими языками, сходств в области грамматики и сходств в области лексики. Это был очень важный шаг вперед, потому что Гринберг исключил из своей классификации все данные, кроме лингвистических, но, тем не менее, строгих стандартов лингвистического сравнения у него, в общем, не было. И, так или иначе, в классификацию его также закрадывались и некоторые типологические признаки. Например, для языков нигер-конголесской семьи, для подавляющего большинства языков, входящих в эту семью, общим типологическим признаком являлось наличие системы именных классов, про которые я уже говорил. Вот это такое ноу-хау нигер-конголесских языков. Соответственно, если мы видим на территории Африки язык, обладающий хорошо развитой системой именных классов, у нас сразу появляется интуитивное желание включить его в какое-нибудь из подразделений нигер-конголесской семьи. Для кайсанских языков таким типологическим признаком, и сейчас мы к этому перейдем, является наличие так называемых щелкающих звуков или щелчковых звуков, кликсов, уникальных совершенно и не представленных систематически, хотя иногда они попадают в другие языки вместе с заимствованиями, но систематически не представленных ни в каком другом языковом объединении. Тем не менее, для особо требовательных лингвистов, конечно, метод сравнения Гринберга интуитивный по своей сути и не основанный на строгой формальной методологии, он оказывается малоприемлемым, и классификация, вот это разделение всех языков Африки на четыре крупные семьи, она была изначально воспринята с некоторым скепсисом, много было критики. Дальше африканисты скорее приняли ее как некоторую базовую точку отсчета, эту самую модель Гринберга, за неимением лучшей. Просто поскольку никто другой, никакой более тщательной классификации африканской не предложил. Терминология была достаточно удобная, языковые группировки получались с некоторой точки зрения убедительные, и во многих трудах по африканистике, как в лингвистических, так и в нелингвистических, закрепилась своего рода стандартная модель, что все языки Африки делятся на четыре семьи, афразийская, нигерконголезская, нилосахарская и кайсанская. Многие из профессиональных африканистов с самого начала знали и до сих пор знают, что к этому нужно относиться критически, к этой классификации, потому что она не получена на основании строгого сравнительно исторического анализа данных. Но для не специалистов, для, скажем, африканистов, нелингвистов или для широкой публики это уже остается такими мелкими деталями, поэтому вот эту классификацию часто просто принимают как нечто данное. Вот Гринберг доказал, хотя на самом деле не доказал, что все семьи, все языки Африки делятся на четыре группы. На самом деле, тут встает еще вот какой интересный дополнительный вопрос. Значит, какого возраста эти самые четыре группы? Допустим, что Гринберг прав, и что действительно все языки Африки восходят к четырем проязыкам. Соответственно, логично спросить, когда люди говорили на этих четырех проязыках. Ну, методы датировки языковых семей в лингвистике остаются спорными. Самым успешным, по крайней мере, на взгляд московской школы компротивистики до сих пор остается метод глоттохронологии, который основан на постулате, что базисная лексика языков мира изменяется с примерно одинаковой скоростью вне зависимости от языка и вне зависимости от времени. Сейчас я не буду слишком долго про этот постулат говорить, иначе у нас ни на что за времени не хватит. Но вот глоттохронологические датировки распада проязыков некоторых семей, они выглядят вот таким вот образом. Сравнение, современное сравнение ряда крупных африканских блоков дает даты, которые на самом деле не очень древние. Вот, скажем, афразийская макросемья, одна из, пожалуй, единственная из, ну, еще не герконголевская, одна из двух семей Гринберга, которым остается довольно благосклонное отношение среди африканистов, она глоттохронологически датируется примерно 12-м, 10-м тысячелетиям до нашей эры. Нигерконголевская макросемья примерно тот же возраст, может быть, чуть помоложе. Нила-Сахарская макросемья Гринберга, которая глоттохронологически, как таковая, не очень хорошо подтверждается, тем не менее имеет некоторые блоки внутри нее, например, вот восточно-суданская семья, это довольно большой блок из примерно 50-60 языков на территории Судана и Эфиопии. Ее распад датируется примерно 5-6 тысячелетиям до нашей эры. Про общую кайсанскую семью сказать что-то трудно, но она делится как минимум на две более или менее надежные семьи, периферийно-кайсанскую и центрально-кайсанскую. Их датировки, соответственно, 5-4 тысячелетия до нашей эры и 1-е тысячелетия до нашей эры. Семья Банту, та самая, которая распространилась по всей центральной Южной Африке, датируется примерно 4-3 тысячелетиям до нашей эры. То есть, как видите, ни о каких 100 тысячах лет в данном случае, с которыми можно связать первоначальную какую-то дифферсификацию человека, ни о каких 100 тысячах или более лет речь не идет. Те классификационные единицы, которые мы выделяем более или менее надежно, они все не очень старые. Куда подевалось, спрашивается все остальное, как вообще, куда подевалось все остальное языковое разнообразие, которое должно было быть на территории Африки, начиная с периода хотя бы 180 тысяч лет до нашей эры. Тут два момента. Первый момент. Если бы языки Африки, равно как и любого другого континента планеты, разделялись последовательно и равномерно, то ситуация была бы принципиально иной. к сожалению, может быть, они и разделялись равномерно, но беда в том, что помимо языкового уделения человеческому языку свойственен также, наоборот, обратный процесс языковой унификации. И как, например, индоевропейская экспансия в Европу когда-то, некогда, затерла все языковое разнообразие фактически, которое существовало на территории Европы и заменило его единым индоевропейским языком, который уже там дальше распадался на языки потомки, точно так же и в Африке огромное количество древнейшего языкового разнообразия вне всякого сомнения было затерто и уничтожено последующими периодами экспансии. Самый яркий пример, самый понятный пример это экспансия Банту в Центральной и в Южной Африке. Они наслоились там на более древнее население охотников и собирателей, кайсанов, большая часть из которых была просто ассимилирована в языковом отношении и перешла на те же самые языки Банту. Или же физически уничтожено, что, к сожалению, тоже бывает. Аналогичным образом большие территории Северной Африки были унифицированы вот этим вот нашествием афразийцев примерно в 12-10 тысячелетии до нашей эры. Соответственно, это и объясняет то, что когда мы видим какую-то более-менее надежно доказуемую семью на территории Африки, она оказывается не очень древней, потому что это, как правило, плод недавней относительно экспансии. А что, значит, есть ли какие-то возможности восстановить что-то на более древнем уровне? Ну вот тут, а тут начинаются как раз претензии к, основные претензии к классификации Гринберга. Вот, скажем, Нилосахарская гипотеза. Это одна из самых спорных точек в классификации. В эту макросемью он накидал довольно большое количество языковых единиц, которые сегодня при более тщательном анализе, на основании более совершенных методов, с применением сравнительно исторического метода, с применением лексико-статистики и глоттохронологии, на более качественных и подробных данных, чем были доступны Гринбергу. И в результате всего этого оказывается, что большое количество сходств, которые он наблюдал между этими языками, на поверку оказываются либо фиктивными сходствами, либо они представляют собой, например, недавнее заимствование языковые из одной языковой семьи в другую, и, соответственно, не могут служить аргументом в пользу общего происхождения этих языков. А восходят ли они на самом деле или нет к общему проязыку, сказать чрезвычайно сложно, потому что если восходят, то восходят к такому проязыку, который распался не 5 тысяч лет назад и даже не 10 тысяч лет назад, а может быть 20, может быть 50, а может, бог его знает, даже и 100 в каких-то случаях. Вот, например, крупная, собственно, почему он называл эту семью Нила-Сахарской? Потому что в нее, например, входят нилотские языки, расположенные вдоль течения Нила, и небольшая сахарская семья языков. Вот она отмечена коричневым цветом на территории Чада и Нигерии. В нее входят языки канури, тубу и загава. По этим двум точкам он назвал семью Нила-Сахарской. Но когда мы на более надежном уровне сравниваем эти языковые единицы сегодня, оказывается, что на уровне важнейших грамматических показателей и на уровне самых-самых базовых элементов лексики, то есть тех генетических маркеров общего происхождения языка, которые в первую очередь нам важны, между ними фактически нет ничего общего вообще. То есть, скажем, если брать какой-нибудь стасловный список Морриса Сводыша, базисные лексики, сто самых фундаментальных понятий, начиная от местоимения типа «я-ты», заканчивая всякими частями тела типа «рука-нога», то между, скажем, нелодскими и сахарскими языками из этих ста слов даже на пранелодском и прасахарском уровне будет совпадать, допустим, два. Для сравнения, скажем, между английским и русским языком, как потомками индоевропейского, из этой сотни совпадает порядка 30 до сих пор. А два есть, в общем-то, число, лежащее в пределах статистической погрешности. То есть там, где два, там может быть и нуль. Совершенно спокойно. Серьезных аргументов нет. Соответственно, уже пора закругляться, но все-таки еще кое-что я, с вашего позволения, скажу. У нас минут 5-10 еще. Как будет получаться. Хорошо. Соответственно, я вот перейду для начала к выводам, а потом вернусь чуть-чуть назад. Значит, вот стандартная модель Гринберга, где все языки Африки сводятся к 4-м макросемиям, она все равно остается некоторой базовой точкой отсчета до сих пор, пока никто более четкую формализированную модель, общую для всех языков Африки, не предложил. Тем не менее, базовой точкой отсчета остается, но большинство лингвистов относятся к ней скептически. И вот во втором абзаце здесь суммированы некоторые текущие результаты. Если берем временную глубину в 12-10 тысяч лет до нашей эры, то можно более или менее уверенно говорить о трех крупных макросемьях, а именно Афразийская, которая подтверждается во многом, Нигер-Конголесская, которая тоже подтверждается, и единица, которую я называю пока предварительным образом макросуданская, это, грубо говоря, то, что осталось на развалинах Нила-Сахарской гипотезы Гринберга. А также о 10-12 семьях менее крупного размера и нескольких десятков языков изолят. А вот эти языковые единицы современного африканского разнообразия уже формальными доказательными методами друг к другу не сводятся. Соответственно, с ними может быть все, что угодно. В частности, не исключено, что они представляют все собой элементы диверсификации, которая началась. А дальше мы можем подставлять любую хронологическую дату старше, допустим, 15 тысяч лет и вплоть до 50-100 или сколько угодно лет того возраста, который мы хотели бы приписывать возникновению человеческого языка как такового на территории Африки. И для того, чтобы уверенно реконструировать еще более глубокие проязыковые состояния, необходим на самом деле колоссальный объем сравнительно исторической работы над уже имеющимся языковым материалом. Есть один дополнительный момент, вот последний, который хотелось бы осветить. Может быть, ну хорошо, допустим, стандартное сравнительно историческое языкознание не дает нам ответить на вопрос о самом-самом глубоком родстве африканских языков, на котором они уже все сводятся в единую макросемью. Но, учитывая, что человеческий язык скорее всего зародился на территории Африки, можно и нужно, наверное, уместно вполне задать вопрос, а нет ли каких-нибудь признаков, свойственных языкам Африки, в которых можно было бы заподозрить признаки, допустим, про языка человечества. Такие, которые сохранились только на территории Африки, не сохранились больше нигде. Разумеется, были попытки выявить такие признаки, и самым подходящим из этих признаков является звуковая система языков кайсанской группы. Это единственные языки не только на территории Африки, но и фактически мира, у которых естественным элементом их звуковой системы являются так называемые щелчковые звуки или кликсы. Кликс от английского слова кликс. Это специфические звуки, которые произносятся не на... согласные звуки, которые произносятся не на выдохе, как мы обычно привыкли, а на вдохе с созданием некоторой области, зажатой с двух сторон языком во рту, и произведение путем размыкания последовательного двух смычек такого рода всасывающих звуков. Для них даже специальные символы в африканистической транскрипции придуманы. это звуки типа... Они функционируют в кайсанских языках как абсолютно нормальные, естественные фонемы. И, как видите, даже довольно большое количество этих фонем может быть представлено в одном отдельно взятом кайсанском языке. Вот в языке кхонг, который сам по себе начинается с щелчкового звука, на котором говорит несколько сотен бушменов в пустыне Калахари. В нем фонологическая система из нескольких десятков, тут штук 80, наверное, кликсов. Поскольку они двухфокусные, то, соответственно, они произносятся на стыке вот этого самого всасывающего звука и некоего дополнительного, как правило, заднеязычного призвука. Вот, скажем, примеры разных слов на кайсанских языках, в состав которых некоторые слова здесь без кликсов. На языке сандавы в Танзании ухо будет просто кеке, но зато глаз будет угуэ, а буйвол будет эу с зубным тентальным кликсом. В разных кайсанских языках разные пропорции этих самых щелчковых звуков. Как видите, например, вот в языке кхонг почти все эти слова имеют щелчковые звуки. Ну, не совсем все, но очень многие. Они бывают иногда очень хитрые. Эти звуки попадают и в другие некайсанские языки. Например, в некоторые языки банту, типа зулузского или языка коса, попадают в составе заимствований, а потом уже перекидываются и на исконно бантуские слова кликсовые звуки. Но в основном, конечно, это такой типичный признак именно языков бушменов и гатентотов. И, казалось бы, это чудесно накладывается на генетическую картинку. Были даже работы в начале XXI века генетиков, которые говорили о... Значит, у нас замечательная получается генетическая классификация человека. Вот там гаплогруппа L, которая свойственна в основном Африке. Ее первое ответвление L0 свойственно в основном бушменам и гатентотам. И, соответственно, они представляют собой первое ответвление, так сказать, от общечеловеческого ствола. И как же это... Разумеется, это нужно связывать с наличием щелчковых звуков в этих языках. Скорее всего, эти звуки — это и есть как раз то, как разговаривали наши первопредки. И сохранилось это только вот в этом самом первом ответвлении. Во всех остальных языках, как Африки, так и всего мира, эти звуки просто исчезли. То есть, возможно, уже после первой же бифуркации, грубо говоря, про язык человечества разделился на пракайсанский и про все остальное. И в этом самом пра-все остальном щелчковые звуки пропали. А в пракайсанском они остались. Это очень, казалось бы, логически стройная вполне теория, но, к сожалению, она на данный момент никак не может быть доказана. Были лингвистические выступления. Как правило, кайсонологи относятся к этой гипотезе очень скептически. По понятной причине для большинства людей, которые африканскими языками не занимаются профессионально, щелчковые звуки в кайсанских языках это такая фантастическая экзотика. Для профессионального кайсонолога, который туда часто ездит, с бушменами много общается, сам хорошо уже научился произносить щелчковые звуки, это не экзотика, а просто бывают разные интересные группы согласных звуков в языках мира. Где-то бывают глотализованные, где-то бывают фарингализованные, ну а где-то бывают вот эти самые щелчковые звуки. И они столь же логично задают вопрос, ну хорошо, а почему, собственно говоря, вы предполагаете, что щелчки были в проязыке человечества, остались у кайсан, исчезли у всех остальных, почему не наоборот? Почему в проязыке человечества не было кликсов, они наоборот появились у кайсан и исчезли, и не появлялись никогда, и их не было у всех остальных. Этот диспут на данный момент является принципиально неразрешимым, и неразрешимым он, по-видимому, вынужден будет оставаться до того момента, пока мы не научимся, во-первых, толково исторически анализировать кайсанские языки, а это делать очень сложно, потому что данных по ним очень мало, а во-вторых, понимать, чему, собственно говоря, щелчковые звуки в кайсанских языках могли бы соответствовать в других некайсанских языках. Это очень сложный момент, собственно говоря, и он предполагает идею реконструировать на уровне уже, возможно, 100 тысячелетней давности, но сравнительно историческое языкознание, к сожалению, пока не научилось, чтобы это не было реконструировать на уровне 100 тысячелетней давности. Поэтому это некоторое направление, о котором можно думать, историческая кликсология, в дальнейшем, но пока что в основном на уровне спекулятивных гипотез. Тем не менее, финальный вывод. Многочисленные языковые унификации на территории Африки, о которых я говорил, они затерли большую часть древнейшего разнообразия. Но то, что у нас есть вот эти кайсанские языки, то, что у нас есть некоторые другие языки, изолятые, раскиданные по территории Африки, это все дает некоторую надежду на то, что со временем, когда мы научимся толково сочетать друг с другом данные компартивистики, данные сравнительно исторического языка знания и данные общей типологии, это позволит пролить свет на ранние механизмы развития и диверсификации языков. А пока что мы остаемся вот примерно на уровне вот такого знания. То есть, мы действительно умеем классифицировать африканские языки на довольно большие, значимые глубины, 12-10 тысяч лет, но нам трудно пока что-то сказать, кроме общих слов о том, что, безусловно, сопоставительное дальнейшее изучение африканских языков чрезвычайно важно для понимания ранних механизмов развития языков на самых древних уровнях. Кроме этого, нам пока что-то сказать сложно, и в первую очередь для этого нужно еще очень и очень много работать с языками Африки, начиная с тривиальных уровней, с уровня описания. Огромное количество языков на территории этого континента до сих пор еще очень плохо описано, несмотря на то, что лингвистические экспедиции и лингвистическая работа продолжаются практически в режиме нон-стоп. Да, но это только первый этап, а второй этап — это сравнительно историческая обработка материала, которая, в общем-то, только начинается серьезной и сравнительной африканистике, пост-гриндерговской, я бы сказал, такой, которая действительно старается что-то убедительное и доказательное реконструировать, ей, наверное, от силы лет 30-40, то есть совсем молодая дисциплина, которой, конечно, еще пахать и пахать. Вот, спасибо, значит, я прошу прощения за задержку, но зато вроде бы успел до точки все это рассказать. И у нас, я думаю, что есть время. Вполне есть время. Спасибо большое. Я начну с одного маленького уточняющего вопроса и одного большего чуть-чуть вопроса, и дальше буду уже предоставлять слово всем присутствующим, но только большая просьба будет не кричать с места, а поднимать руку, и к вам поднесут микрофон, вы сможете сказать микрофон, и тогда это вообще сохранится для человечества в стенограмме, а не останется словами НРСБ, точнее, буквами НРСБ. Итак, один маленький уточняющий вопрос. Вот во втором выводе среди тех семей, про которые все-таки говорить можно, соответственно, ничего не сказано о вполне упоминавшейся затем о Кайсанской. При этом, видимо, сам смысл выделения не потерян, судя по тому, что дальше говорилось. Как это понимать? Речь идет о том, что это воспринимается как непонятно, семья ли, или сочетание двух, скажем. Ну вот что здесь должно быть? Значит, она не попала сюда в раздел крупная макросемья, потому что, ну, во-первых, даже если бы все кайсанские языки были родственны друг другу, их бы крупной макросемьей никак нельзя было назвать. Всего известно нам порядка 30, наверное, ну, может, 40 кайсанских языков, если включить все вымершие. Вот. Но второй пункт, действительно, общее кайсанское родство не доказано. Свести все кайсанские языки убедительно к единому пракайсанскому предку ни у кого из людей, тестировавших эту гипотезу разными средствами, в том числе у вашего покорного услуги, который про это целое исследование написал, не получилось. Вместо этого есть несколько, ну, в лучшем случае, я бы сказал, две мелкие семьи, одна в которую входит, одна, так называемая, периферийно-кайсанская, в которую входит большая часть бушменских языков, другая центрально-кайсанская, в которую входят языки гатентотов и еще нескольких бушменских племен. Плюс есть еще загадочный язык изолят хадза на территории Танзании, который тоже имеет кликсы, но при этом не имеет вообще ничего общего в грамматике и в лексике с оставшимися кайсанскими языками. Очень интересный язык и очень интересно, как он там оказался на территории Танзании и сколько времени он там живет, но он формально никак диагронически не связан с теми кайсанскими языками, которые на юге Африки. Поэтому никак он не попадает в крупную макросемью и собственно общая кайсанская гипотеза Гринберга не подтверждается. И такой более, может быть, глобальный вопрос. Понятно, что во многих случаях наука работает на методах, созданных на относительно простом, более знакомом материале, применяя его дальше к материалу менее знакомому, как бы более сложному, но потом, научившись, как-то постепенно научаясь работать с этим более сложным материалом, иногда начинают возвращать методы, полученные в результате работы с более сложным материалом, к чему-то другому. Вот мой вопрос заключается в том, а в какой степени попытки разобраться с материалом африканских языков помогли сантеисторическому языкознанию в целом в работе над языками не африканскими, в работе над языками, которые, может быть, до того казались более понятными. Я могу, скажем, лично про себя сказать, что в моих исследованиях по африканским языкам я использую методику, которая представляет собой нечто среднее между интуитивным методом массового сравнения Гринберга и классическим сравнительно-историческим методом. Массовое сравнение Гринберга неудовлетворительно постольку, поскольку оно объективно неформализируемо. Его данные, в некотором смысле, работа Гринберга является нефальсифицируемой с точки зрения классического подхода к научным теориям, поскольку нет четкого понятного метода, в рамках которых можно сказать, что это правильно, а это неправильно. Сравнительно-исторический метод, наоборот, вполне себе фальсифицируем, но быстро обработать 2000 африканских языков этим методом невозможно. Соответственно, работа над языками Африки помогает выработать некий усредненный метод, который дает возможность объективно тестировать гипотезы языкового родства, не устанавливая при этом между языками в обязательном порядке регулярных фонетических соответствий. Это некоторая новая методика, которая описана у меня, кстати, в моих как раз книжках по... Да, кстати, дайте я себя прорекламирую. Вот как раз последний слайд, который я забыл показать. У меня просто вышло два тома по языкам Африки. Сейчас как раз готовится к изданию третий том, в первом из которых как раз изложена новая методология исследования и дается информация про кайсанские языки, а во втором томе исследуются восточно-суданские языки. Третий том должен, я надеюсь, появиться в следующем году. Это будут нилосахарские языки, которых нет на самом деле. И эта же методика, она сейчас нами в Московской школе компотивистики также успешно применяется, тестируется и на, скажем, материалы языков Евразии для проверки разных гипотез глубинного языкового родства. Это позволяет получить некоторые результаты, которые могут дать базовую классификацию, которая не будет стопроцентно доказательной, но которая будет хорошей точкой отсчета, чтобы потом на базе ее дальше уже развивать, доказывать или опровергать эти выводы в рамках стандартного классического сравнительно-исторического языка знания. Подробно я не буду сейчас методологию всю излагать, она там занимает 200 страниц описания. Но, значит, если кто-то серьезно этим интересуется, то вот рекомендую вот эти два тома. Рядом с ними стоит третья книжка, которая популярная, «К истокам языкового разнообразия», недавно вышедшая, и в ней про языки Африки тоже есть целая глава. Там все то, что я сегодня рассказывал, изложено еще подробнее. А вот эти две – это более специализированные уже исследования. Его я могу рекомендовать только тем, кто действительно хочет серьезно влезть в проблему исторической африканистики. Но методология там изложена довольно подробно. Спасибо большое. Просьба поднимать руки. Так, да, пожалуйста, представляйтесь. Позвольте не вставать. Да, 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 можно не вставать. Спасибо, Леонид Фрункин. Инженер. Григорий Сергеевич, скажите, пожалуйста, прибрежные страны Западной Африки, Гана, Бенин, ну и же с ними, по вашей классификации они попадают в языковую большую группу нигер-конголецких, правильно? Да, только не по моей, а по Гринбергам. Дай ему Бог здоровья и в памяти людской. Григорий Сергеевич, скажите, пожалуйста, там все дело производства ведется на английском языке. Адвокатура на английском. Я сказал только те, которые я сказал. Банковское дело тоже. Ну, производства там немножко пока нет. Но начинает развиваться. Согласно вашей теории, скажите, пожалуйста, унификация вот этих вот нигер-конголецких языков на этих территориях, как будет быстро идти, что уже может и преподавание в высших школах, и техническое описание инструкции и прочее будут завестись на местном языке, и как он будет примерно хотя бы называться из этой нигер-конголецкой группы. Значит, насчет местного языка. Ну, совершенно не случайно, что дело производства и административные документы и разного рода, и преподавание разного рода другие виды деятельности идут на английском или в других странах на французском языке. И это связано в первую очередь с тем, что это язык, естественным образом объединяющий все местные племена. То есть это не только просто как чистое наследие колонизаторов, а это в первую очередь для удобства, ну, аналогичным образом, скажем, английский язык на территории Индии, где тоже все говорят на разных языках, и английский язык в первую очередь просто удобен как язык, объединяющий все разные индийские языки. Соответственно, для того, чтобы все это было переведено на местный язык, нужно, чтобы во всей стране остался один местный язык, потому что если мы просто хотим что-то переведить на местный язык, стоит вопрос, на какой местный язык мы хотим переводить все дело производства в Тога, в Бенине или в другой стране. Переведешь на один язык, обидится какой-нибудь другой народ, который живет в этой же стране. А межэтнические конфликты на территории Африки мы знаем, что не приведи Господи. Какие-нибудь войны в одной Нигерии бесконечные, чего стоили, или в Южном Судане, например. А наоборот, унификация сейчас всего на основе какого-то одного местного языка это очень маловероятное развитие событий, потому что в общем и в целом они как внутри своей деревни или небольшого анклава живут и говорят на этом местном языке, так они и продолжают это делать. вымирание языков в Африке сегодня касается в первую очередь языков охотников и собирателей, немногочисленных оставшихся, которые активно переходят на языки своих земледельческих соседей, и земледельческих, и индустриальных, и каких угодно. В остальном, в общем и в целом, у меня нет прогноза того, что вся Нигерия с ее несколькими сотнями языков в ближайшие 10, 20 или 50 лет перейдет на один какой-нибудь язык, тем более местный язык. Для этого просто на сегодняшний день отсутствуют предпосылки. Просьба что-то с телефона сделать. Да, спасибо. Меня зовут Ольга. Я хотела бы спросить, вот есть такая теория, что современный человек, скажем так, сформировался и произошел в той географической территории Африки, где сейчас находится современная Эфиопия. И при этом, как вы рассказали, языки с древнейшими элементами находятся на других территориях. Как вы думаете, в чем может быть причина подобных различий? Вы знаете, в первую очередь это языковая унификация. Дело в том, что территория Эфиопии – это вообще-то очень лакомый кусочек для проживания. Не случайно именно там произошел человек, там действительно очень, по крайней мере, по африканским меркам, благоприятные условия. И в том числе благоприятные условия для земледелия и скотоводства. Соответственно, туда, на территории Эфиопии, последние несколько тысяч лет активно ее обживали и обхаживали племена нелотов, кушитов, амотов, эфиосемитов, амхарцы и так далее. Соответственно, любое, по-видимому, присутствие там каких-то сверхдревних языков, оно за последние несколько тысяч лет было просто ликвидировано. Там действительно на территории Эфиопии до сих пор остаются некоторые очень интересные островки. Например, есть такой язык-изолят Шабо, он же Микир, на территории Эфиопии язык охотников-собирателей, несколько сотен человек. Язык обнаружен совсем недавно. На язык сильно влияют окружающие языки, тем не менее, в основе своей он остается абсолютно изолированным и совершенно непонятно чему родственным. Совершенно не исключено, что существовал там, на этой территории, уже несколько десятков тысяч лет, если не больше. Правда, это язык без щелчковых звуков, без кликсов. А на юге, значит, про, например, тех же бушменов, что нужно сказать, они фактически, тот факт, что до сих пор многие бушменские языки некоторым чудом выжили, он, к сожалению, вызван тем, что этих самых бушменов, пришедшие туда, на эту территорию Банту, выжили в такие районы, где мы с вами, наверное, существовать, жить вообще не могли бы, а именно в пустыню Калахари. В пустыне Калахари не хочет жить никто. Но, тем не менее, бушмены с их образом жизни некоторым образом там прижились, существуют и каким-то образом выживают. Но на этой территории невозможно разводить скот, на этой территории невозможно заниматься земледелием, на ней невозможно строить города, но зато там могут жить небольшие группки охотников и собирателей, которые могут задержаться на своем технологическом уровне развития на многие тысячи лет. Так что, наверное, самый простой ответ такой. Да, пока переходит микрофон, я скажу, что мои сомнения были справедливы, конечно, в Бенине, все-таки французские, а не английские. Да, пожалуйста. А не могут ли быть пигмеи? Какой у них язык? Не он ли самый древний? Хороший вопрос. Про пигмеев я думал сказать несколько слов, но не успел. Но вот очень хорошо в дискуссии. Нет, языки современных пигмеев, к сожалению, совершенно не древние языки. Пигмеи действительно по своей генетике весьма раннее ответвление от общеафриканского даже ствола, но все исследования по языкам пигмеев показывают, что сегодняшние пигмеи в тропических лесах Центральной Африки разговаривают практически исключительно на языках их земледельческих скотоводческих соседей. Есть слабая надежда, что очень тщательный анализ пигмейских языков позволит выявить в них какую-то субстратную лексику, оставшуюся у них от их древних языков. Например, какие-то термины, какие-то названия животных или растений, которые они не позаимствовали от своих соседей, а оставили от своего древнего языка. Таких серьезных, существенных исследований пока нет. И в любом случае они для реконструкции пропигмейского языка мало чего дадут, поскольку это культурная лексика. Но вот пигмеи, тем не менее, увы, полностью подверглись этой самой языковой унификации. В отличие от бушменов, которые все-таки что-то древнее сохранили, пигмеи удивительным, надо сказать, образом, потому что они все равно ведут достаточно изолированный образ жизни, они не очень активно контактируют с местными земледельцами. Тем не менее, когда, как только начинаешь изучать их языки, оказывается, что это просто такие варианты локальные тех же нигерконголесских или нилосахарских, точнее центрально-суданских языков, на которых говорят их соседи более технологически продвинутые. Так что вот с пигмеями такая неудача. Так, пожалуйста. Большое спасибо за вашу лекцию. Меня зовут Павел. Я бы хотел спросить, насколько мне известно, некоторые исследователи предлагали выделить кушицкие языки в семью отдельную от афразийской. И, соответственно, у меня возникает вопрос. Это просто дело вкуса, связанное с тем, что вообще четыре макросемьи Гринберга, они условные, как вы говорили, или это сомнение в том, что вообще был афразийский проязык? Спасибо за вопрос. Это не дело вкуса, это дело критериев. Это дело классификационных критериев и требований, формальных даже требований, которые отдельные исследователи предъявляют к гипотезе языкового родства. Дело в том, что кушицкие языки... Кушицкие языки, которые фиолетовым цветом отмечены на карте, действительно очень сильно отличаются от всех остальных афразийских языков. Скажем, лексико-статистические исследования по афразийским языкам показывают, что базисные лексики общей между семитскими, чатскими, берберскими и египетскими намного больше, чем между ними же и кушицкими языками. Тем не менее, некоторый слой, условно говоря, 10 слов из 100 между кушитами и прочими афразийцами существует, равно как существует и некоторое количество грамматических аргументов, в пользу этого родства. И поэтому я бы сказал, что афразисты, во всяком случае, профессиональные афразисты, которые занимаются историей афразийских языков, я из них не знаю ни одного, который бы жестко отделял кушицкие языки от всех остальных. Но есть люди, которые... Есть специалисты более общего профиля, которые... придерживаются, например, позиции такой, что языковое родство нужно принимать только если оно доказано на том же уровне количества и качества данных, которое, например, свойственно индоевропейской семье. Что вот если мы не можем про два языка показать, что они родственны друг другу, примерно так же, как греческий, латынь и санскрит на таком уровне, то значит мы не доказали языковое родство. Эта позиция, на мой взгляд, в общем, на взгляд большинства моих коллег, носит явно ущербный характер, потому что языковое родство не является абсолютным, оно является относительным. Некоторые языки ближе родственны друг к другу, некоторые языки дальше родственны друг от друга. Это все зависит от времени их отделения. Поэтому критерии тут бывают разные, бывают очень жесткие критерии, бывают более расслабленные критерии, но бывают и ситуации, когда вообще никакие критерии не работают. Вот, скажем, для общекайсанского единства фактически не работает ни один возможный критерий. И его действительно, боюсь, что ни один специалист по сравнительно историческому языкознанию серьезный этого родства придерживаться не может. А для родства кушитских языков с прочими афразийскими, такие критерии, безусловно, есть. Ну, в общем, есть довольно много серьезной афразистической литературы, которая это наглядно показывает. Так что кушитские языки никто из афразийских серьезно не исключил. Так. Спасибо за интересную тематику. Единственное, что у меня три вопроса. Вот первый вопрос. Ведь это же устные языки, устная традиция Африки. В основном, да. И все, что изучается, изучается через призму европейского мышления. В каком смысле через призму европейского мышления? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что представление, опыт и так далее, и языки, это же не собственно африканское изучение, правильно? Это изучение европейского. Вы имеете в виду, к какой традиции относятся вообще понятия науки? Ну, я уточню, что, например, современная африканистика очень активно подключает, в том числе, и носителей африканских языков к лингвистическим исследованиям. Например, большое количество диссертаций, словарей, грамматик по африканским языкам уже давно пишется собственно носителями этих языков. Конечно, они, как правило, проходят тренинг в каком-нибудь европейском университете, но, тем не менее, родились и выросли они в своей родной африканской стране. Так что это не совсем... Ну, чтобы не было искажений там понимания и так далее. Потом, почему такое большое количество языков в 2000-х? В чем причина вот такого количества языков в Африке? Ну, мне кажется, что я на этот вопрос частично уже отвечал. Значит, уточню еще раз. Когда языков много, это вообще-то нормальная ситуация. Ненормальная ситуация наоборот, когда языков мало, потому что когда языков мало, это значит, что произошла унификация, какая-то волна накрыла активно какую-то огромную территорию. Допустим, там пришли римляне, завоевали всю Европу и установили на ней единый латинский язык. Но, как вы, наверное, знаете, как только они устанавливают этот латинский язык на огромные территории, он сам начинает довольно быстро распадаться на некоторое количество языков. Вот с языками Банту так, например, произошло. Они довольно быстро покрыли собой центральную и южную Африку, но дальше, поскольку контакты на этих территориях в силу ландшафта, географии, социальных причин, они достаточно ограничены. В каждой маленькой области, в отдельных деревнях, например, язык уже начинает развиваться по самостоятельным местным локальным законам. И очень быстро из одного языка получается несколько сотен. А дальше, соответственно, может быть, например, очередная волна унификация, и тогда все это разнообразие опять смоется. Поэтому как раз ничего удивительного в этом нет про Африку, которая сама вся и в географическом плане так устроена, что там очень удобные условия для языковой диверсификации. Но опять же, наверное, для языков исключительно устных это еще и более просто. Ну, разумеется, да, когда у тебя нет единого надплеменного языка, который над тобой нависает, нормативный, школьный, средства массовой информации и так далее, то, разумеется, диверсификация происходит очень быстро. Спасибо. И еще вот вы говорили про щелкающие вот эти вот звуки, вот объясните, пожалуйста, их назначение. Это получается, это как бы связь с природой, как они подражали животным, почему у них в языке вот эти звуки, щелчки? Да, спасибо, спасибо. Назначение их в современных кайсанских языках точно такое же, как назначение любых звуков, которыми, в частности, мы с вами пользуемся. Это просто обычные фонемы соответствующего языка. А что касается связи с природой, ну, это достаточно спекулятивно, потому что в природе самые разные звуки бывают. В общем, звук ничуть не более природен по своему фонетическим характеристикам, чем звук п, который тоже вполне где-нибудь можно в тех условиях, в самых разных условиях встретить. И последний вопрос. Ну, предпоследний. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Два вопроса у меня было, но один ответили. Меня тоже заинтересовало участие, собственно, носителей африканских языков в исследованиях. Вы ответили. Второй момент не про африку, но про лингвистику. Вы, наверное, знаете, есть такой петербургский писатель и лингвист Драгунский, что ли, который убедительно, яростно доказывает, что все языки произошли от русского. Знаете, Драгунский, а Драгункин. Драгункин, да. И не то, чтобы лингвист. Ну, вот он, да, не питайте доброе имя Драгунского. У меня вопрос к вам. Драгункин, Драгункин, да, ну, это совершенно сумасшедший тип какой-то. Вот я хотела узнать ваши отношения, что это, лингвист или шарлатан? Нет, конечно, там ничего лингвистического нет в принципе, потому что лингвистика все-таки оперирует закономерностями, а он, как многие другие, ну, у меня на самом деле три вопроса, но очень коротких. Один. Очень коротких. Значит, первое, сколько сейчас в мире работают африканисты, которые описывают и анализируют? Порядка сотни, но это, конечно, так, дальше. Из потолка. значит, 20 тысяч лет нужно изучать, на сотню делим, через 200 лет нам все станет понятно. Ну, допустим. Ладно, следующий вопрос. Сравнивались ли генетическая карта Африки и языковая карта Африки? Вот, скажем, вы говорили загадочные народ изоляции. Все, все, вопрос понятен. Генетический изолятор. Кто генетический изолятор? Вот в Эфиопии вы говорили, есть там загадочные несколько сотен человек. Лингвистические. 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 Да, да. Генетические. К сожалению, я не уверен, что их геном анализировали Шабо, но, в принципе, конечно, сопоставлялась, разумеется, имеющаяся классификация генетическая с лингвистической. В чем-то они совпадают, в чем-то они не совпадают, что совершенно естественно. скажем, вот, кайсаны довольно четко генетически отделяются от остального населения Африки. лингвистические. А вот, например, потенциальные условные нигерконголезцы и нилосахарцы, там никаких ярких, таких генетических, по-моему, изоглос, которые бы отделяли одних от других, совпадений генетики и лингвистики не существует. Но, к сожалению, тут только до какого-то определенного предела мы можем ожидать совпадений, потому что по всей Африке очень распространен процесс перехода народа с одного языка на другой. И в таких ситуациях всегда генетика и лингвистика перестают коррелировать непосредственно друг с другом. Получается гораздо более сложная картинка. Ну, собственно, достаточно, я думаю, посмотреть на русскоязычных жителей России можно догадаться, что генетически они достаточно разнообразны. Последний ваш вопрос. Значит, в Институте истории и лингвистики я как-то слышал доклад, что был момент в истории человечества ну, несколько десятков как будто тысяч лет назад, когда людей оставалось очень мало, ну, там 12 тысяч вот такой примерно человек. Вот какого рода про язык или что у них вообще было вот в этот момент, когда их все будут, а было вот 12, допустим, тысяч на всю Африку? Этого, к сожалению, никто не знает, и я ответить на этот вопрос не могу, но я очень надеюсь, что когда-то в истории человечества было так, потому что это единственное, что дает, ну, собственно, некоторую надежду на реконструкцию такого языка в некотором отдаленном будущем. Если человечество, начиная там с периодов 100 тысяч лет назад без вот этих бутылочных горлышек развивалось непосредственно, то реконструировать про язык 100 тысяч летней давности у нас никакой возможности нет. А вся надежда только на, ну, такая кровавая, жестокая надежда, да, потому что это, на самом деле, явно было связано с какими-то катастрофами, вот, на то, что были такие бутылочные горлышки, и тогда хотя бы, может быть, для одного из них мы когда-нибудь что-нибудь сможем сказать про язык там 30-40-50-ти тысячелетней давности. Вот. Но вот пока ничего по большому счету. Спасибо. Да. Спасибо. Я этого не исключаю. Я так не считаю, но я этого не исключаю. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...